глава 2 древние радикальная идея в предыдущей голове я ссылался на работу патанджали под названием йога сутры чтение этой книги доставила мне редкое удовольствие благодаря патанджали я поверила что способен поднять свою жизнь на принципиально новый уровень о котором раньше не мечтал идеи которые он высказывает способны полностью изменить жизнь человека патанджали дал массу специальных рекомендаций и способов достижения единства или союза с богом которые он называет йогой я выбрал 5 афоризмов которые помогли мне понять что духовное решение находится от нас на расстоянии одной-двух мыслей в нашем мире ориентированном на материальное достижение мы нередко сталкиваемся с проблемами которые кажутся неразрешимыми требуется определенный сдвиг в мышлении чтобы понять что мы располагаем силой способная решить их нет нужды консультироваться с экспертом в области теологии или копаться в древних моноскриптах чтобы найти духовное решение своих проблем нужно всего лишь понять что она доступна нам прямо сейчас вот 5 афоризмов составленных приблизительно 20 веков назад которые помогут вам найти духовные ответы первый афоризм основное проявление невежество ложное самоотождествление для патанджали невежество это неверное понимание человеком своей природы согласно его учению когда мы отождествляем себя со своим именем или званием телом имуществом достижениями или репутацией мы тем самым игнорируем свое истинное из-за своего невежества мы видим только внешнюю сторону всего что нас окружает невозможно осознать единство всего сущего воспринимая мир как совокупность разобщенных одушевленных и неодушевленных объектов потанжали совершенно ясно дал понять что отрицает существование бога внутри себя мы отрицаем его существование во всем мире избавление от невежества первый шаг на пути к духовному решению проблем чтобы избавиться от него необходимо пересмотреть представление о себе и о боге перестаньте отождествлять себя с пяти чувствами интеллектом и считать себя отделенным от бога осознайте свою вечную связь с вашим божественным источником это позволит вам по-новому взглянуть на свои проблемы вместо того чтобы просить некоего внешнего господа уладить за вас все неурядицы ощутите себя неотъемлемой частью бога находящиеся под покровом его любви посвятите ему все свои действия и вскоре вы перестанете страдать от ложного самоотождествления например если вы хотите избавиться от привычки переедать перестаньте отождествлять себя с телом полном желаний вместо этого представьте что вы их чистый вечный покоя радость вы всегда едины с богом невежество мешает нам испытать настоящее наслаждение или полнотой ощущений потому что мы все время гоняемся за сиюминутными удовольствиями вместо того чтобы стремиться к чистоте и истинному счастью ложное самоотождествление без конца обманывает нас наши органы чувств постоянно требует удовлетворения не давая нам и не минуты покоя необходимо перестать действовать исходя из ошибочного отождествления себя со своими органами чувств нужно считать себя частью бесконечного научившись этому вы продолжите действовать но уже как божественное гармоничное вечное существо мне нравится как говорится вечной душе в бхагавадгите просветленная душа действуя думает так я ничего не делаю виде и слыша обоняя осезая пробой на вкус уверена в одном не я все это вижу и слышу только чувства видят слышат обоняют и соприкасаются со своими объектами чтобы достичь просветления отстранитесь от своих органов чувств и всего к чему они так страстно стремятся станьте молчаливыми наблюдателями своих ощущений это позволит вам по-новому подойти к решению проблем попробуйте посмотреть на себя с этой точки зрения когда следующий раз почувствуете желание переесть напиться или погрузиться в скорбь об утрате ваши истинные я это ум ума глаза глаз и дыхание дыхание обнаружьте его его найдете духовное решение любой проблемы вот как описывает процесс избавления от невежества известный индийский гуру мехер баба отправляясь на поиски чего-то нового на духовном пути человек приходит к новому пониманию старого духовное путешествие не означает что вы обретете нечто чего у вас раньше не было или станете тем кем до этого не были она просто избавит вас от невежества и утвердит в духовном понимании себя и жизни обрести бога значит обрести самого себя воспользуйтесь этой древней мудростью чтобы освободиться от невежества 2 афоризм ум просветленного человека невозмутим ибо всегда даже в недуге и нищете преисполнена божественного покоя 2 афоризм напоминает извлечение о трех самых трудных вещах в жизни человека отвечать любовью на ненависть принимать неприемлемое и сказать я не прав я хотел бы рассмотреть первую и наиболее трудно выполнимую задачу отвечать любовью на ненависть в трактате по танжали мне встретилось такое изречение бог не может выразить в тебе себя когда ты неспокоен размышляя над этими словами я глубоко осознал что бог есть любовь но для этого мне понадобилось войти в состоянии полного спокойствия если спокойствие требуется для познания бога то на тем более необходимо для получения духовной поддержки в решении проблем таким образом самая трудная задача отвечать любовью на ненависть становится легкой если сохранять спокойствие потому что именно тогда бог проявляет себя через нас отвечая любовью на ненависть мы выражаем присутствующие у нас божественный покой только пребывая в спокойном состоянии ума можно найти духовное решение проблем мы привыкли нервничать и бояться как только перед нами возникает проблема но стоит только захотеть и мы сможем выработать в себе способность всегда сохранять спокойствие и дать проявиться своему божественному я в первой главе мы пришли к выводу что все проблемы существует лишь в уме и поэтому они иллюзорны если исправить ошибку ложного самоотождествления то есть перестать считать себя смертным существом тогда это иллюзия исчезнет джеймс карс в своей книге конечные и бесконечные игры описывает мир конечных игр а в котором все решают победа и поражения правила границы и время в мире конечных игр первостепенное значение имеют знания достижения и престиж от планирования стратегии и скрытности зависит сама жизнь победители определяют другие игроки следящие за соблюдением правил и определяющие нашу репутацию страшно и опасно заработать славу неудачника в конечных играх ценится только тело вещи и репутации самый большой проигрыш смерть в своей книге корс объясняет что финалом конечной игры становится самоуничтожение машины которые мы изобрели чтобы они помогали нам в этой игре уничтожить своих создателей новые технологии маркетинг повышение производительности все это подхлестывает игроков покупать еще больше машин ценность игрока определяется тем сколько у него механических помощников и как хорошо нами управляет но есть и бесконечная игра в которую мы можем вступить если захотим в этой игре не существует границ ею управляют вечные бесконечные силы порождающие жизнь которые невозможно не опоздать не контролировать они существовали до нас и продолжат свое существование не подвластные ни смерти ни времени цель бесконечной игры в том чтобы как можно больше людей и крово смеялась любила танцевала и пела она как и сама жизнь безгранична и непостижима в то время как участник конечной игры вынуждена все время кривить душой и ни на шаг не отступать от правил обращения с разнообразными машинами участник бесконечной игры искренним и действует по верению сердца это совершенно не означает что он не может при этом играть в конечную игру просто он не принимает ее всерьез мы можем выбирать сами в какую игру играть сейчас мы играем в игру неотъемлемыми атрибутами которые являются скрытность соперничество страх и оружие и мы делим людей на победителей и проигравших на те кто предпочли бесконечную игру тоже могут играть в конечную игру этот момент превосходно отражен в следующем отрывке из практического приложения курса чудес можно жить в другом мире одновременно пребывая в этом внешне ты не изменяешься но на твоих устах чаще появляется улыбка чего твои безмятежная взгляд кроткий и те кто живет в том же мире что и ты узнают в тебе своего но и те кто еще не узрели пути также считаю тебя своим и думают что ты такой же как раньше каков рецепт сохранение божественной невозмутимости даже в болезни и нищете отдайте предпочтение бесконечной игре но если вам приходится играть в конечные игры не относитесь к ним слишком серьезно пусть другие думают что вы играете всерьез а сами воспринимаете их мира с точки зрения бесконечной игры вы станете чаще улыбаться обретете безмятежность и научитесь с легкостью находить духовное решение любой проблемы каждый из нас должен найти собственный путь к своему внутреннему покою что касается меня то с этой целью я ежедневно созерцаю висящий у меня на стене плакат на котором под прекрасным небесно-глубым горным ландшафтом выведено изречение парамаханса йогананды умиротворение это живое дыхание божественного бессмертия в тебе я размышляю над этим изречением каждый божий день я почта за честь если вы напишите мне какие способы обретения покоя открыли для себя вы третий афоризм греха не существует есть только препятствия на пути к полному единению с богом большинство из нас привыкли верить что грех это не послушание богу который существует отдельно от нас и может нас покарать но данный афоризм говорит о том что поведение мысли идущие в разрез заповедями и что иное как преступление против нашего истинного я который есть бог таким образом грех следует рассматривать как препятствие духовному росту по словам патанджали то что мы называем грехом это направленная по неверному пути энергия которую можно было бы обратить на поиск единения с богом если бы не наше невежество слова грех буквально означает несоответствие в этом смысле греховное поведение как учит нас религи это образ действий мыслей не соответствующий божественному идеалу или далекий от бога патанджали говорит что не нужно из-за этого чувствовать себя виноватым и тратить жизненную энергию на искупление грех нужно рассматривать как препятствие которое нам еще предстоит преодолеть если начать относиться к греховному поведению как препятствия то вскоре придет понимание что именно необходимо сделать чтобы найти духовное решение считая же себя грешником мы надеемся что нас простит и исправит некий внешний бог мы мучимся чувством вина и тревоги пытаясь определить заслуживаем ли мы избавления от проблем или нет мне по душе слова махатма ганди мои недостатки и неудачи такой же божье благословение как мои таланты и успехи я преподношу к его стопам и то и другое отнеситесь к неудачам и проблемам как поводу попросить помощи у бога испытывает стыд и вину думаю что вы согрешили и не заслуживаете прощения не лучший способ поиска решения скажите себе я не согрешил против бога но мои действия препятствует полному единению с ним мое поведение мешает найти духовное решение начиная с этой минуты я буду пытаться преодолеть это препятствие относиться к себе как грешнику значит чувствовать вину и презрение к себе отношение же греху как препятствию придает силы необходимое это решение проблемы мне очень нравится притча о том как иисус исцелил слепого и проходя увидел человека слепого от рождения ученики его спросили у него рай и кто согрешил он или родители его что родился слепым иисус отвечал не согрешил не он не родители его но это для того чтобы на нем явились дела божии а нас приучили мыслить в категориях греха и наказание это решает нас сила убеждает в том что мы слабые ущербны что остыть сильнее необходимо воспринимать жизненные испытания как урок и возможность измениться перестаньте считать себя грешниками находящимися под применем вины в ожидании наказания чтобы найти духовное решение проблемы нужно сначала понять что она доступна чувство вины сковывает и оборачивается бездействием когда же мы рассматриваем греховное поведение как препятствие на пути к высшему уровню духовного осознания мы можем принять на себе ответственность за свое исправление спросите себя какой урок я могу извлечь из произошедшего что я могу сделать чтобы избежать ошибки в следующий раз ученики иисуса предположили что слепота того человека была вызвана греховными поступками его родителей однако иисус объяснила что несчастье в материальном мире не являются наказанием за грехи несчастье это препятствие на пути к единению с тем бесконечным что есть внутри нас он дал своим ученикам понять что греха как такового не существует все мы в том или ином смысле слепы именно наша духовная физическая слепота позволяет проявиться воле божьей в нашей жизни махатма ганди был из тех кто проповедовал важность пороков и недостатков человека по его словам темная сторона нашей вечности является скорее божьим благословением нежели греховным временем за которые мы должны будем понести наказание понятие греха следствие нашей обусловленности эта радикальная концепция приносит ощущение полной свободы скажите себе я сам создал препятствие на своем пути которое мешает мне прийти к духовному решению проблем вместо того чтобы каяться я греховен и у меня нет надежды если только бог не пожелает простить меня первые мысли придают силу тогда как 2 обессиливает одна мысль ведет к разрешению проблем другая удерживает вас в бездействии идите же и больше не грешите потому что греха нет настоящее искупление заключается не в том чтобы вечно клясть себя за совершенное зло а в решение впредь избегать поступков о которых потом придется жалеть четвертый афоризм человек навсегда отказавшийся от лжи может обрести сам игровать другим плоды добрых дел даже не совершая их обычно человека называют правдивым если его слова соответствует действительности но в этой сутре подразумевается вовсе не точная передача фактов или честность здесь имеется ввиду полное совершенное отождествение себя с духовным я который едино с богом и никак не связано с этим миром эгоизма на живой тщеславе достичь этого состояния значит встать в один ряд с теми немногочисленными святыми которых все мы почитаем и часто цитирую в этом состоянии вы сможете отстраниться от лжи и без лишних усилий обрести плоды добрых дел и это поможет вам разрешить не только свои но и чужие проблемы обратите внимание на то что сказано в данной сутре может обрести сама и даровать другим плоды добрых дел даже не совершая их что это означает в практическом смысле потанжали говорит что приверженность истине означает следующее если просветленный человек говорит другому благословите господь тот действительно обретает благословение потому что в словах осознавшего себя человека нет лжи он может совершить чудесное исцеление просто сказав больному что тот здоров таким образом потанжали дает понять что став неотступным приверженцем истины человек в буквальном смысле обретает контроль над реальностью вспомнив о своем единстве с богом в трудную минуту вы сможете превратить свои мысли и слова в реальность и к тому же повлиять на жизни других людей иными словами вы одухотворите все и все вокруг и добрые плоды не заставит себя ждать когда вы не ощутили внутренние недовольство или гнев напомните себе о своем истинном я свободном от оков материального мира когда гнев и неудовлетворенность исчезнут без следа благословите себя и сложившуюся ситуацию когда-то вы и поймете о чем говорит потанжали в своем радикальном афоризме по мере того как вы будете все больше отстраняться от лжи ваше умиротворение от понимания своего единства с богом станет передаваться окружающим вы все чаще будете слышать я чувствую себя лучше в его присутствии я успокаиваюсь когда появляется он когда он заговорил со мной беспокойство и боли исчезли оставаясь верном истине вы будете повышать сознание окружающих вас людей вы сможете стать целителем даже не обучаясь этому вы обретете способность благословлять даже не имеет церковного сана вы получите плоды добрых дел даже не совершая их духовность очень схожи со здоровьем у некоторых людей отличное здоровье у других плохое но в любом случае она есть у каждого тоже справедливо и в отношении духовности каждый человек является духовной сущностью духовность некоторых людей проявлена в полной мере и потому они полны радости любви умиротворение доброты духовная природа других скрыта со всеми вытекающими из этого последствиями оставаясь верному своему истинному я вы обнаружите как слабеет привязанность ко всему что связано с вашей ложной личностью поднимаясь вверх по духовной лестнице вы будете пожинать плоды добрых дел которых не совершали наконец приблизившись к вершине вы увидите тех кто пожелает искупаться в лучах исходящего от вас свет самый долгий путь начинается с первого шага не забывайте все кто обладают силой о которой говорил по танжале начинали свои путешествия с напоминание себе в трудную минуту о том что они прежде всего духовные существа единое со своим источником пятый афоризм в присутствии человека который отказался от причинения вреда другим прекращается всякая вражда под причинением вреда по танжале имел ввиду не только физическое насилие но и ревность осуждения и другие формы морального давления твердый отказ от причинения вреда в мыслях и действиях создает атмосферу в которой насилие враждебность существовать не могут так как не встречают ответной реакции эту важную идею вы можете применить своей жизни прямо сейчас даже небольшое раздражение вызывает у нас враждебные мысли по отношению к другим по танжале говорит что если мы воздерживаемся от них то окружающие тоже перестанут относиться к нам не дружелюбно стараясь воздерживаться от осуждений и дурных мыслей мы избавляемся от них и окружающих нас людей сознательно и строго воздерживаясь от враждебных мыслей вы сможете найти духовное решение всех проблем во взаимоотношениях если беседуя с кем-либо вы чувствуете что вот-вот взорветесь напомните себя необходимости воздерживаться от дурных мыслей и недобрых чувств мне очень помогают следующие слова произнесенные сначала про себя а затем слух в этом вы правы произнося их без сарказма и без злобы я просто даю оппоненту почувствовать себя правом это все в чем нуждается его эго ваш оппонент может и ошибаться но поступая таким образом вы просто позволяете ему поверить в свою правоту о себе избежать враждебных мыслей вы начинаете равняться не на свое и к она свое высшее я со временем это станет вашей естественной реакцией на поведение других даже если они будут вести себя оскорбительно существует история о том как буду путешествовал в компании одного попутчика который испытывал великого учителя давая унизительное оскорбительные пренебрежительные резкие комментарии всему чтобы тот не сказал он обзывал его глупцом и высокомерно высмеивал так продолжалось три дня наконец попутчик не выдержал и спросил как ты можешь сохранять добродушие когда вот уже три дня я только и делаю что поношу и оскорбляю тебя на все мои выпады ты отвечаешь любовью как такое возможно бонда ответил вопросом если кто-то предлагает тебе подарок а ты не принимаешь его кому он достается услышав это попутчик воды прозрел когда кто-то преподносит вам в подарок свои оскорбления а вы отказываетесь их принимать понятно что они остаются у оскорбителя а зачем сердиться и расстраиваться из-за того что принадлежит кому-то другому этим афоризмом потанжали говорит в присутствии того кто не причиняет вреда другим не мыслями не словами не делами все живые существа перестают ощущать враждебность мы сможем влиять даже на животных если будем твердо следовать принципу ненасилия вы должно быть слышали истории о том как святой франциско сиски одним своим присутствием украшал волков уничтожавших домашний скот голуби садились ему на руки и все такие животные чувства излучаемой им любовь переставали вести себя враждебно я и сам много раз убеждался в истинности этой идеи однажды когда я будучи в египте совершал утреннюю пробежку на меня со цирепым лайм бросилась стая собак и остановился попорол страх и отогнал мысли о том что собаки могут причинить мне вред и что мне нужно защищаться животные тут же угомонились и побежали своей дорогой если ежедневно воздерживаться от недоброжелательных мыслей и намерений то те явления вашей жизни которые вы называете проблемами просто перестанут существовать сейчас вы чувствуете что не можете достичь состояния блаженства так как думаете что у вас что-то идет не так и вам чего-то в жизни не хватает наполните же свое сердце любовью благодарностью и прощением эрнст холмс пишет какой огромный груз личной ответственности сваливается с плеч когда мы понимаем что вечный разум никого ни в чем не винит существовать в пространстве вечного разума вот что нужно человеку который ищет духовное решение ни в чем никого не обвиняйте и помните слова альберта эйнштейна о важности изменения своего подхода к решению проблем проблему нельзя решить на том же уровне на котором она возникла проблемы это иллюзии материального мира решение появляются когда вы погружаетесь в мир духовный да у каждой проблемы есть духовное решение чтобы найти его нужно подняться на более высокий уровень мышления и так вот пять основных афоризмов по танжале которые помогут вам изменить образ мыслей порождающий проблемы выйдите за границы ложного самоотождествления спокойствие это проявление бога внутри вас вы не совершаете грехи а только создаете препятствия твердо придерживайтесь истины решительно избегайте недоброжелательных мыслей и действий используйте эти принципы на практике когда перед вами возникнет очередная проблема они очень пригодятся вам в поиске и применение духовных решений вы сами создаете проблемы в уме и можете разрешить их тоже с помощью ума но уже одухотворенного руководствуясь пятью афоризмами по танжале помните что они позволяют достичь наивысшего духовного уровня именно так жили те кого мы называем учителями или святыми конечно на первых порах невозможно придерживаться этих идей на все сто процентов но старайтесь почаще обращаться к ним когда понадобится справиться с той или иной проблемой со временем вы научитесь прощать и спокойствие вытеснит все ваши внутренние и внешние конфликты вы создадите вокруг себя новое энергетическое поле о котором пойдет речь в следующей клаве